Свой отчет Сергей Дуги начал с положительных моментов в промышленности. В 2018 году в Барнауле запустили пару новых цехов, расширился меланжевый комбинат. Бюджет Барнаула в плюсе на 39 миллионов. Зарплаты бюджетников выросли значительно. Средний рост заработных плат работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составил 122%. Педагогов дошкольного образования 116%, а учителей школ более 115%. Конечно, имеется в виду 22, 16 и 15% соответственно. Сергей Иванович, видимо, переволновался. Прошедший год для мэра был непростым. Инженерная сеть, основная масса которых была проложена 50-50 лет назад, имеет, конечно, высокую степень износа. Хотя они и находятся в работоспособном состоянии, но требуют значительных финансовых уложений. Говоря водовода на Малахово попало аж в новостные ленты федеральных СМИ. Из-за аварии перекопали 11 вновь отремонтированных по проекту дорог. Было введено в эксплуатацию более 520 тысяч квадратных метров. В расчете на тысячу жителей это 746 квадратных метров нового жилья. Жильцы многих новостроек станут обладателями крошечных дворов. Их соседи иногда приобретают и трещины в стенах своих домов. Регламент мероприятия, к сожалению, не позволяет подчеркнуть те позитивные изменения в жизни города, которые, безусловно, тоже присутствуют. Как и остановиться на большом блоке градостроительных проблем. Тот же микрорайон Затон, по которым сегодня есть ощущение, ну что его как бы просто нету. Те же проблемы с самовольными постройками, парками. Оппозиция заявила, что отчет Дугина не принимает. Единоросовец свою оценку не озвучил, но напомнил о туристических успехах города и предложил создать рабочую группу для снижения аварийности в сфере ЖКХ. Зал, очевидно, поддержит начинание и городские проблемы, вероятно, разрешатся. Хотя, по словам депутата КЗС Александра Лазарева, годы без проблем на его веку не было. И вообще, Барнаул чистый, красивый и с фонтанами. Депутат Госдумы Иван Лор подчеркнул, что отчет мэра оценивает работу не только самого мэра, но и всех нас. Критиковать, наверное, легче. Но я скажу так, вот мы говорим про пивоварку, очистить. Ну, мы можем сколько угодно денег вкладывать. Но если жители, которые там живут, будут в качестве мусорной свалки носить туда в русло этой речки мусор из дома, ну, мы так порядок никогда не наведем. Результат голосования 6 против, 30 за. Депутат отчет приняли. К сожалению, неизвестно, приняли ли бы его барнаульцы. Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости.